Саламу алейкум. Я Мухаммад, один из председателей Вальнарского сообщества МГИМО. Я хотел бы задать вопрос, у меня тоже связано со сном вопрос. В последнее время я часто слышал от своих ребят, они сталкивались с таким явлением, как ночной паралич. Мне как-то стало интересно, есть ли какое-то религиозное объяснение этого явления. Спасибо. Смотрите, что касается вот этих вопросов, все, что связано с душой, Всевышний Аллах сказал, «Во есть алюна каанин вух», 43 Исра, Всевышний говорит, «У тебя спрашивает Мухаммад касательно души, то что он это, что это, как бы сказали, это когда душа, она освобождает от тела, то есть встает от тела». Всевышний Аллах сказал, скажи, что душа – это от повеления Всевышнего Аллаха, от повеления Бога, и вам мало что дано знать об этой душе. Что происходит во сне, то есть бывают некоторые вещи, например, один из хадисов, где посланник Аллах сказал, если кто лег спать и не помыл руки, в основном, если он принял какую-то пищу, запах остался, он не побыл, и проснулся, говорит, и что-то с ним случилось, «Ляя, алюмэн, да беда, да беда, да беда, да беда». Пусть он никого не обвиняет в этом вопросе, кроме как самого себя. То есть может ему кошмар какой-то приснился, что с ним случилось, там, ночной пролечить, когда-то такие вот вещи. То есть бывают этикеты, рылки, соня такой, как ты рассказываешь, как это правильно сделать, какие надо меры предпринять перед тем, как ты спать. Это может быть из-за того, что он, может, обновение взял, гуссель не взял, без гусселя лег спать. Может быть, еще по каким-то другим причинам, которые нам... То есть причин много, может быть, но конкретно, как бы, на этого не можно. Почему? Потому что, опять же, ссылаясь на Куран, если вечно Аллах что-то об этом рассказал, какие-то вещи нам не приснил. Барк, ла хи-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си.